Приветствую вас. Давайте сначала скажем, что страх вам для чего-то дам. То есть страх защищает вас от того, например, чтобы вы были непоняты. Хорошо. Но почему вы так боитесь быть непоняты? Так боитесь сказать что-то не то? Потому что вы чересчур много отношений отдаете себе и личностным сферам. То есть у вас есть проблемы с личными границами. В первую очередь проблема с личными границами решается через понимание, где моя ответственность, где ответственность другого человека. То есть это вот самое-самое такое важное, самое-такое первое, о чем нужно вам подумать. Естественно, что сами вы, самостоятельные вы не справитесь с проблемой. То есть вам необходима, ну, помощь психолога, потому что у вас нет ресурса для того, чтобы как-то вот реализовываться в этом направлении. Из-за того, что опять же вы степняетесь. Далее. Принятие себя вместе со своими недостатками и так далее. Это, пожалуй, тоже очень важный момент. Дело в том, что, как мне показалось, вы себя совершенно не принимаете. Вообще никак, если честно. То есть вы не преднаете своих недостатков, например. Вы не считаете, что у вас эти недостатки могут быть. Вы не позволяете себе, допустим, быть слабой. И вы, что главное, боитесь, например, ну, того, что делаете что-то не так. То есть вы, по сути, отказываетесь принимать свою человеческую составляющую, свою человеческую сущность. Потому что человек, это именно тот существо, которое ошибается. То есть ошибаться, это нормально. Ошибаться, это нормально. Ненормально. Когда вы ошибаетесь и, ошибаясь, не делаете вывода из-за того, что не так вы делаете. Для этого нужно понимать, почему вы не так это делаете. Как это идет в разрез с тем, значит, чего вы хотите и так далее. Это вот доним такие очень важные моменты. Неприятие себя. Почему вы что-то в себе не принимаете? Что мешает вам себя принять? И почему вы считаете это негативным? Почему вы убедены в том, что этого у вас быть не должно? Ну, это, скорее всего, нету с детства. Скорее всего. То есть нам нами навещают, как бы, дамоку в меч обязанности. И над вами навещают нам дамоку в меч того, что я золчка, да? Вот. И, соответственно, вы теряетесь. Потому что, как бы, вы абсолютно не чувствуете, что вот до чего вы хотите, как-то реализуется. Понимаете, да? В чем трудность? Далее. Значит, следующий момент. Смотрите. Вы пишите о том, что не можете сказать. Опять, когда вот вы хотите сходить и что-то сказать, у вас не получается. Значит, смотрите. Во-первых, это мотивация. Первое. То есть, мотивационная сфера. У вас сверхмотивация сказать то, что вам нужно. То есть вы чрезмерно замотивированы говорить. Сказать именно то, что нужно вам сказать. И вопрос заключается в том, почему. Откуда у вас такая замотивированность? Почему она имеет место быть? Вы говорите, я боюсь быть непонятой. Почему это для вас так страшно? Какие представления о вас это изменит? Если вы будете непонятой. Понимаете? Вот это и является самым главным. На что вам стоит обратить внимание. И о чем вам стоит поговорить с психологом на личной консультации. Потому что без проработки этих аспектов нельзя вам никак помочь. Ну, а в том, что касается страхов, то здесь, мне кажется, очень хорошо вам сказала Оксана, моя коллега, правильно она все вам сказала? Ну, вот. По слову, только хочется вам добавить, что вот вы добавите, да, вы, во-первых, найдите такое место, такие обстоятельства, где вам комфортно было бы, где вам было бы хорошо. То есть, ну, где вам было бы удобно разговаривать, то есть, есть такое место, где вы свободно себя чувствуете раскованно. Там, с друзьями, может быть, с любимым мужчиной и так далее. Вот. Вот, собственно, подумайте, чем отличается это место, в котором вам комфортно, от другого места, в котором вам некомфортно. И как воспринимают вас люди, что еще вас нет? Как воспринимают вас люди? Почему люди воспринимают вас именно так? Ну, опять же, по вашему мнению, естественно, это важно, очень важно. Это важный момент на самом деле. Почему? А потому что вы, не принимая себя, вполне вероятно, значит, не принимаете других. Понимаете, да? Не принимая себя, вы не принимаете других. И из-за этого вам сложно общаться с людьми, с другими людьми. Если вы будете, если вы поймете, чем отличается, чем отличается ситуация, которая вам комфортна, от ситуации, в которой вам некомфортна, вы сможете восполнить нехватку, вы сможете восполнить то, чего вам не хватает именно через определенную деятельность, через направление деятельности своей. Вот, собственно, то, что можно вам сказать. Но вообще, такие проблемы, как у вас, они достаточно комплексные, в том плане, что у вас сил от одного идет, от одного от другого. То есть вы боитесь, потому что не принимаете себя, не принимаете себя, потому что вы обесцениваете себя, обесценивая себя, вы, естественно, возвращаете других. И, соответственно, пытаетесь быть такой же, как другие, да? А это, соответственно, невозможно, потому что вы индивидуальность, вы личность. И в итоге это вот бесконечная проблема получается тогда. Ну, в таком случае. Вот. Также по поводу того, что вам тяжело подбирать слова, я рекомендую, я рекомендую постараться определить, в чем именно сложность. То есть вам сложно подобрать слова именно для человека, или вам вообще сложно подобрать слова. Потому что одно сильно отличается от другого. И если у вас проблема именно связана с первым, то это вопрос отношений и позиционирования себя. Если у вас вопрос связанный с другим, это вопрос, скажем, скорее развития. Понимаете, да? Это вопрос развития. И, соответственно, если мы говорим о развитии, то вам просто нужно поменять немножечко свой вектор. То есть, если вы хотите не выбирать слова, то вам необходимо увеличивать вот с вами запас, расширять кругозор, какие-то вещи изучать, то есть, чтобы вы прямо были уверены в том, что говорить. Ну и можно тренироваться. То есть, что это значит тренироваться? Например, ну, допустим, вам нужно что-то сказать. Ну, элементарно, если что-то сказать нужно. Рассказать по теме. А, вот вы даёте себе задание. Вы даёте себе задание. Задание рассказать, там, о чём? О чём? Ну, не важно о чём, в ходе о погоде какой-нибудь, да? Вот. И начинаете рассказывать. То, что знаете. То, в чём вы уверены. То есть, говорить нужно то, в чём вы уверены. То, что вы знаете наверняка. А чтобы знать какие-то вещи наверняка, их нужно изучать. И тогда, зная их наверняка, вы сможете говорить их. И не важно кому. Не важно абсолютно кому вы говорите. Там, либо начальнику, либо, там, своей маме, например, и так далее, да? Не важно. Абсолютно не важно, кому вы об этом говорите. Вот. Это то, что я хочу вам сказать. Надеюсь, что это было вам полезно. Понятно, что всегда, это подразумевает работу с психологом. Вот. Так или иначе, хотите вы этого или нет. И для того, чтобы вам полностью избавиться от этих моментов, которые вас напрягают, вам нужна регулярная терапия. Регулярная терапия. Потому что по-другому вам не помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам еще раз. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Надеюсь, что вы увидели в моем ответе тот, который вам пригодится. И надеюсь, что вы разрешите свою ситуацию путем принятия правильного решения. Желаю вам всего самого доброго и удачи.